Туда оса залезла, или пшёлка, и живёт там пшёлка. Тихо, тихо, держи, держи. Вот она там, капушится. Ей там хорошо, но там нектар тоже пьёт. Там тоже есть соки. Розы, они же, видите, в розах хорошо купаться, особенно женщинам, заваривать этим отваром в ванну, и купаться в этом отваре. Женщина будет всегда молодая и красивая. Ну что, добрый день, дети, заходите. Здрасте. Здрасте. Вы нас уже встречаете? Да, проходите, проходите, проходите. Когда мы были в первый раз? Ой, давно. В мае, наверное, да, в мае. Мае. Мы начинали, наверное, клубники, помните? Ну да, мы показывали уже теплицу. Клубника у нас была накрыта, накрыта и сверху, и внизу. Помнишь? Угу. Была накрыта. Угу. Была накрыта. А сейчас уже ничего не накрывает? И сверху. Вот она уже отработала свой, свой срок плодоношения, да? Сейчас мы ее привели в порядок, пообрезали все ненужное. Листики, которые были немножко заболевшие, старые. Вот она обновляется и начинает опять засветать. Угу. То есть это клубника, которая плодоносит. Клубники? Да. До зимы. До зимы плодоносит. Ну, естественно, за ней тоже надо ухаживать. Ухаживать за садом, за, абсолютно, за огородом, за ягодами помогает мой муж. О! Хочу вас представить, мой миколка. Миколка. Миколка, да. Поэтому вот он и обрабатывал. А так вот на коленочках здесь под каждую клубничку полезли. И каждую клубничку, как говорится, листики ненужные удалил. Эти пленочки эти снимал. Ну, вы уже, видите, открыли. Вот это у нас земляничка начинает засветать, она начинает. Ну, ее мало. Вот, виноград, смотрите. Мы уже показывали. А, теперь посмотри, уже ягод. Мы виноград показывали. А, да. Но, хочу сказать, что это вообще труд, труд, опять-таки, моего миколки, моего миколки. Это виноград, который, который ранний очень и тепличный. Но он требует очень большого ухода, терпеливого ухода, грамотного ухода. А что тут? Вот на зиму, например, он утепляется. Он его раскладывает, он его раскладывает, аккуратненько связывает. Вот видите, вот эти железные такие трубы лежат, да? Да. Вот, да, трубы лежат. Вот он его, их привязывает к этим трубам аккуратненько. Вот, веревочки есть специальные. Укладываем и утепляем хорошо. Весной, я хочу сказать, что это настолько трудоемкий труд, он каждую веточку изучает. Она будет плодоносей, какая она, как женщина, будет она или не будет. Поэтому, вот такой уход. Ну, пошли, вот видите, ягоды пошли, они созревают. Здесь тоже надо, листики заболели. Мы начали их обрабатывать. А чем? Вначале обрабатывали бордовской жидкостью от болезней. Вот видите, вот видите, уже нагнулась, уже тут надо ее, видите, уже надо ухаживать ему. Я хочу его подсоединить, он вам немножко расскажет, как он ухаживает за виноградом. Да. Тут все проделенно понятно. Тут никаких больших хитростей не нужно. Болезней особых в теплице нет, но есть милдзью и оидзью. Вот два заболевания, которые, возможно, повредят этот виноград. Поэтому надо обрабатывать медседрожащим препаратом. Вот, атоидзюм я пытаюсь серу пока не использовать. Пока пытаюсь уберечь так просто от этого заболевания. Но самое главное создавать условия для проветривания, для того, чтобы заболевшие листья удалять. Надо, чтобы достаточно было и сбалансировано и свет, и солнце, и тепло, и вода. И тогда будет проваливание. Видите, мы придумали сейчас пленочку, завесили пленочкой, чтобы не попадали солнечные лучи, и он не горел. Могут ожоги быть. Сотяненность такая. Винограда. Сотяненность. Сотяненность. Ну, Юра, иди сюда. Мы еще начинали. Видите, где у нас редиску помнишь? Ох и редиска. Я рвала редиску. Здесь была редиска у нас. Здесь у нас был салат в этой теплице под пленкой. И были под пленкой огурчики. Огурчики. Видите, вот это огурчики. Вот мы уже немножко, где-то килограмм, наверное, собрали. Вот, посмотри. Смотри. Я видел. Огурчики пошли уже в второй разбор. Оля, потом мы пойдем, собери себе в пакетик. Собери себе в пакетик огурчики. Вот дальше у меня огурчики посажены, которые немножко попозже пойдут. Попозже тех. Вот огурчики. Видите? Я здесь даже посадила. Очень любят свекла. Расти вдоль дорожки, по краю. А вот это цветочки, которые немножко издают запах и отпугивают вредителей. Вот вам, ребята, народное средство от вредителей. Да. Как они же называются, господи боже. В общем, ребята, если вы знаете, как оно называют, напишите в комментариях. Мы бы подзабыли немножко. Да. Вот. Вот так я периодически. Там, там, там. Вот это у меня споржа. Видите? Тоже хорошо уживается с огурцами. Вот уже скоро будут эти самые. И вот здесь у нас. У нас здесь стоит бачок. Все плохо. И видите, опять. Опять мы укрыли здесь. Видите, как им хорошо, уютно, красиво. Все беленькое. Растения они тоже любят, чтобы им было красиво. Чтобы им было хорошо. Говорят, огурцы с помидорами не уживаются вместе. А вы видите, как они дружат? Да. Они очень дружат. Видите, как роскошно. Ну, в дружной семье и огурцы с помидорами начали жить дружно. Да. И огурчиком хорошо. Вот. С помидорчиками. Да. Дальше мы. Дальше мы шли. Дальше мы шли. Кстати, насчет народных средств. В том видео были подсказки по поводу народных средств. Да. Мы показывали, что здесь в огороде растет крапива. Да. Да. Крапиву. Крапиву вот я опять тот же пучок уже тоже опять срезала второй раз. Срезала. И вот она у меня, крапива, которая срезала я ее, она уже второй раз у меня там проросла. И вот она у меня уже в ведерке. Вот ее надо периодически так помешивать. Вот так вот. И она у меня здесь, как говорится, настаивается, свое дело делает. А вот здесь в этой бадье, вот этой бадье у меня, здесь у меня супер подкормка для всего. Для всего. А что там? И для винограда, и для огурцов, и для тех же даже роз. Здесь у меня козий помидор, здесь у меня птичий помидор, вот здесь у меня дубанчик, здесь у меня крапива, здесь у меня чистотел, здесь у меня луковая шелуха, вот здесь все. Вот периодически я уже, видите она уже не бродит, она уже не бродит, уже перебродила, но все равно периодически надо ее помешивать. Вот. И уже скоро я буду подкармливать, в минуту на десятилитровое ведро воды. Будем подкармливать. Вот. Огурцы недавно мы побрызгали. Брызгали борной кислотой И окосилом Немножко дать силу Дать силу и этим виноградам И препарат Биологический, это не химия А биологический препарат Ну вот это наше излюбленное место отдыха А кто говорил, что печки, лавочки У нас нету ни печек, ни лавочек Мы вам еще и печку покажем Вот у нас лавочка есть Ну печку мы потом покажем Это будет другой уже вариант Всего вот это цветочки, вот всем рекламирую Мне память на название очень Они целое лето цветут разными-разными цветами Вот такие вот маленькие цветочки Но они и красные, и фиолетовые, и желтые И оранжевые Ну короче, я их вот так, видите, сколько их А это хмель Но есть разновидности Несколько хмелей Чем он мне нравится? Ну это, во-первых, он хорошо успокаивает нервную систему Его можно и заваривать Но чем он мне нравится? Он по осени вместо зеленых листьев красные, даже бордовые листья Ну такая красота, такая красота Вот, ну что я хочу сказать про тлю Настолько в этом году тяжело с ней бороться Я даже одевала перчатки Обыкновенные перчатки, которые немножко... И каждый листочек, вот видите, сейчас они все чистые Каждый листочек просто приходило и их давило Каждый листочек Мне было жалко смотреть на эти листья На которых они сидят Особенно вот здесь, когда весь бутон почти усыпан ими Это просто катастрофа Ну а потом мы нашли вот такое средство Прочитали, нам сказали Нашатырный спирт Нашатырный, обыкновенный нашатырный спирт На 10-литровое... На 5-литровое ведро Миколка, сколько ты брал? 40 грамм? 30-40 грамм 30-40 грамм нашатырного спирта и брызгали Вишни, ну все самые, видишь, все изобилие наверху Но что я хочу подчеркнуть, Юра? Слышишь? Что эти вишенки мне привезла моя мама когда-то Шла машина с деревни, да? И она накопала вишен И мне привезла И вот эта память Мамина вишня, есть такая песня Мамина вишня, мамина вишня Мамина вишня, полакучая Вот, вот это И я когда ухожу И когда прихожу Вот там вот за забором мы посадили целый ряд этих вишен Я вспоминаю всегда маму Ее нет, а вишня живет и будет долго жить Это такое воспоминание У нас очень хорошие были родители Очень трудолюбивые, наверное Передали нам эту любовь к земле К хозяйству Все, мам, не плачь Вот Расстрогали Персик Помнишь персик? Мы с тобой считали персики Вот тоже напала эта тля Невозможно было избавиться от этой тли И даже садилась уже на персики Там заглядывали Спасибо И в конце концов Разные методы были Биологические И всякие Нашатырный спирт помог Да? Только нашатырный спирт помог Избавиться Сгорела она Просто она сгорела на листьях Видите, листочки чистые Листочки чистые стали А то были все время все усыпаны Даже показать Может быть где-то есть остатки Вот, видите Вот где она сгорела Вот видите Это сгорела она Ну да, а листья не повреждены Да, да Ну листья все равно повреждены тем, что она там была Ну да, но я имею в виду, что от нашатырного спирта Что ничего не Мы же брызгали все листья Это же не только Она же вся была Поэтому вот Персик пока живой Но это сейчас бич Бич все нападает Все Все есть У каждого должен быть Лопух Лопух у каждого должен быть Это суставы Это Это Пить и соки И даже зрение Улучшает лопух Очень много Это просто Целую лекцию можно отдельно Рассказать На возможностях лопуха Вот видите Вот тоже жрет гусеница Вот съедает Тоже вот Пока мы не брызгаем Потому что зреют ягоды И жалко брызгать На ягоды попадет Поэтому прихожу Одеваю перчатки Удеваю перчатки И уничтожаю руками Уничтожаю руками Голубика Да Уже смотрите Много возил голубик Блюкроп Блюкроп Это вот Нельсон Нельсон Ну тоже Надо подливать Надо подкармливать Уксусом подкармливаем Средствами Кислая почта Оля Все среди цветов Всем хорошо И им хорошо И вот 4 патиссончика И так им хорошо Один иди сюда Юра Один сними Он маленький лежит Видишь И два даже Уже маленьких Видишь Маленькие А это айва Кстати по витаминам Она намного Яблочки Видишь Видишь Мы его тоже Сейчас обрезали Шапочкой Немножко Чтобы они спели Эти яблочки По витаминам Они намного Богаче Витамину С Чем Лимоны Ну лимоны У нас же видите Немножко Это все Обработанное Какой фикус Похожий Листики Красивый Вечно Уличный фикус И зимой Оно такое же Это сейчас Светет он Видишь Светет Какими Шишечками Светет Интересно Листики Его Вечно зеленые Вечно Это вот Цветочки Они Целое лето С ранней весны До поздней До зимы Цветут И цветут И цветут Оса Не Шмель А ну да Норки А вот Норка Видишь Какая норка Видать Эту норку Вот А вы Кстати Чесноком Ничего не Обрабатываете Чесноком В прошлом году Я обрабатывала Настаивала Чеснок Буду Буду Обрабатывать Еще Чеснок Пока Луковая шелуха У меня Пока Луковая шелуха Пока У вас Ну что ребята Ну вот такая вот у нас получилась серия Вторая часть волшебного сада Как видите Все благоухает Везде красота Везде вложена забота Любовь Моими родителями Так что Ждите новых серий В нашем Волшебном саду Новых рецептов Как ухаживать за садом Вот такие Печки-лавочки До новых встреч Пока